С каждого по бутылке и готово сырье на переработку. Ученики 34-й школы с теорией раздельного мусора знакомы давно и успешно применяют на практике. Почти 7 лет сдают макулатуру, теперь взялись за пластиковую тару. В первую очередь плитары – это вред для природы. А вот то, что мы их складываем и их перерабатывают, это намного полезнее, чем их просто выкинуть на улицу. В 34-й школе большое внимание уделяет экологическому воспитанию. Бережному отношению к природе и к ее ресурсам надо приучать с детства, уверены педагоги. Обычно дети учатся на примере взрослых. Здесь, наоборот, устами младенца глаголит истина. Мы теперь каждый день выкидываем пластиковые бутылки в специальный контейнер, чтобы не получить природу. Потому что если пластиковую бутылку бросить на землю, она будет вредить почве, и она слишком долго разлагается. Экологическая работа ведется не только в школе, но и по всему поселку Зубчининовка, пока экологическое воспитание взрослых хромает. Здесь много частных домов. Треть населения мусор либо сжигает, либо несет на незаконные свалки. Нужно работать, прежде всего, над сознанием. Должна быть социальная ответственность каждого гражданина. А что после меня? Куда девается мусор? Мы ведь в контейнеры отправили, не задумывались, а полигоны пополняются. Контейнеры для раздельного сбора мусора в Самаре изготавливает и устанавливает экологическая компания. Она активно сотрудничает с городской администрацией. Над конструкцией хорошо поработали, продумали мельчайшие детали. Так взрослым удобно, а детям интересно. Есть отверстие диаметра, которое позволяет выбрасывать сюда бутылки до двух литров. И есть большое отверстие с торцов для пятилитровых бутылок. У нас есть специальная емкость для крышек. Бутылку бросаем сюда, крышку откручиваем, бросаем сюда. Такой ящик наполняется в среднем за неделю. Собранное сырье отправляется на переработку и потом используется в различных производствах. До конца года контейнеры для раздельного сбора мусора появятся во всех школах Кировского района. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.